Здравствуйте, дамы и господа! В эфире радио Ежи Сармат. Доброй ночи! Напишите на стене, слышно меня или нет. Я в последний момент вспомнил, что у меня эфир. И я должен вам буду продолжать рассказывать про советскую историю. То есть вот эти эфиры, они уже превратились в такую небольшую традицию, потому что очень много уже их прошло. Я планировал изначально где-то 2-3 эфира, посвященных советской истории и коммунистической идеологии. Но что-то как-то все это затянулось. Тема большая, необъятная, интересная. И даже учитывая то, что я в основном веду эфиры так, галопом по Европам, забывая иной раз даже упомянуть о каких-то важных вехах, важных исторических событиях прошлого века. Но все равно, видите, как-то все это затянулось. Я думаю, что нужно уже как-то закругляться, переходить к другим темам. Так. Ну вот, на сервере некоторое опоздание, поэтому я даже не в курсе. А, ну вот пишут «Доброй ночи, Ежи». Да, доброй ночи вам тоже. Всех очень рад видеть. Надеюсь, меня хорошо слышно. Сейчас какие-то нововведения связаны с сервером, поэтому, в общем, некоторые проблемы случаются. Ну, как бы то ни было, я буду продолжать. То есть, даже если в какой-то момент я вылечу, то знайте, что программа пишет автоматически. В общем, формат эфира будет прежний, как и в прошлые разы. Сначала будет небольшая лекция, где-то примерно на часик по озвученной ранее теме. А далее, если у вас есть какие-то вопросы и возникнут какие-то вопросы по теме повествования, то вы сможете их задать после лекции. И, в общем, в порядке интерактива я всегда на ваши вопросы отвечу. Значит, в прошлый раз мы говорили о том эпохальном событии, которое в советской историографии известно как Великая Отечественная война, ну и в целом входит в такой более общий корпус событий, известный как Вторая мировая война, когда, в общем, Советская Россия сначала выступила в качестве союзника гитлеровской Германии. Но с 1941 года уже как противник. И закончили мы, по-моему, уже хрущевскими реформами. Поэтому сегодня особо затягивать нет смысла. То есть сегодня мы поговорим про завершающие этапы советского государства, становления советского государства. И, в общем, далее уже будем говорить непосредственно о коммунистической идеологии как таковой, уже даже безотносительно каких-то конкретных исторических территориальных привязок. То есть о коммунистической идеологии в целом и о том, в общем, какие минусы в этой идеологии. Ну, какие минусы, какие плюсы были, например, и в Советской России, и в коммунистической идеологии, если ее опосредованно от советского опыта воспринимать. То есть, ну, возвращаясь к теме Хрущева, уже где-то в районе, там, по-моему, 62-го или 64-го года Никита Сергеевич был смещен из-за тех варварских методов, прежде всего, в сельском хозяйстве, которые он насаждал. И политика Никита Сергеевича, она вызывала недовольство определенной части Политбюро. И в итоге, в какой-то момент, значит, Никита Сергеевича отправили в отпуск в Крым, пользуясь его отсутствием. За его спиной был проведен соответствующий пленум, где Никита Сергеевича сместили со всех постов и отправили в отставку. И следующим генсеком уже после Хрущева был избран Брежнев. То есть, это некая такая новая нейтральная фигура, которая удовлетворяла интересам большинства ЦК, большинства Политбюро. Потому что, ну, на тот момент образовалась и, значит, активно проявляли себя две группы внутри Политбюро оппозиционные друг к другу. Ну, то есть, помимо естественного разделения, естественной бинарной оппозиции в силовых ведомствах, когда, собственно, военная разведка и политическая разведка, то есть ГРУ и КГБ, они оппозиционно настроены друг к другу. То есть, некая такая конкуренция межведомственная, которая, в принципе, до определенного предела она всегда поощрялась правительством. Ну, помимо этого, в Политбюро тоже формировались разные оппозиционные друг к другу группы, которые вели уже внутрипартийную борьбу. И, собственно, на сленге самих членов ЦК одна из фракций, она называлась Хохлами, именно потому что, ну, не потому что она состояла из этнических украинцев, да, но потому что, вот начиная уже со времени, когда Хрущеву избрали Генсеком, определенная часть высших партийных бонс, они назначались именно из, в общем, числа руководителей Украинской Советской Социалистической Республики. Вот, и, соответственно, вот, их, эту фракцию называли Хохлами. Ну, период правления Брежнева, он известен, в общем, как Брежневский застой, то есть, часто проводят параллели между, значит, какой-то, вот, консервативной охранительной политикой Брежнева и политикой Александра Третьего. То есть, с одной стороны, в принципе, даже сейчас очень многие люди Брежневский застой вспоминают с некоторой ностальгией, потому что были низкие цены и ситуация в экономике, в сельском хозяйстве, она немножко нормализовалась по сравнению с тем, с теми последствиями вот этих радикальных реформ, которые, попытки осуществления которых проводились в Брежневский период, когда вот эти вот знаменитые эксперименты с животноводством, с сельским хозяйством, с тем, чтобы там засеять все кукурузой, в общем, это все, естественно, заканчивалось потом катастрофой и тем, что приходилось брать, изыскивать деньги из золотовалютного резерва, чтобы потом в Соединенных Штатах, в Канаде, покупать, значит, племенное поголовье для разведения внутри страны и, в общем, зерно тоже для собственного пользования и, опять-таки, для нужд следующей посевной, так скажем, то есть вот эти вот все реформы хрущевские, они заканчивались катастрофой вплоть до рабочих восстаний голодных, да, ну, про восстания в Новочеркасске мы на прошлом эфире поговорили, вот, так вот, собственно, время Брежнева, оно было более спокойным и в плане, например, внешнеполитической обстановки, которая во времена Хрущева была очень напряженной, потому что это и война во Вьетнаме, это и Карибский кризис, то есть прямая угроза термоядерной войны и так далее и тому подобное, то есть, ну, во времена Брежнева тоже не все было гладко и в отношениях с Китаем, например, потому что, собственно, Китай плотно встал на рельсы маоизма, который воспринимался внутри, значит, СССР как некое оппозиционное течение и, значит, некое движение, которое не рассматривалось в рамках, собственно, советской идеологии как ортодоксальный марксизм, а рассматривалось как некое извращение, устами официальной сусловской пропаганды, ну, и опять-таки, американцы, они воспользовались вот этим расколом между вот этими титанами социалистического лагеря и, в частности, Никсон, он даже встречался с Моудзедуном и, в общем, период правления уже Брежнева он был ознаменован тем, что различные восточноевропейские лидеры, лидеры стран Варшавского договора, они проявляли там какую-то излишнюю самостоятельность, какую-то самодеянность, самодельную политику, самонадеянную политику проводили и, в общем, пренебрегали часто мнением Москвы и, в общем, в Чехословакии приходилось войска вводить, и в Польше там тоже события были не очень приятные, ну, и в целом, вообще, в Восточной Европе по нарастающим возникали какие-то оппозиционные движения, то есть, так или иначе было понятно, что все идет к некому социальному взрыву, вот, но, тем не менее, в общем, в целом не было каких-то событий аналогичных Карибскому кризису и аналогичных вот такому нагнетанию и апогею жесткого противостояния между двумя лагерями, то есть, наоборот, капиталистическая, условно говоря, и, условно говоря, социалистическая система Советского Союза, они более-менее притерлись друг к другу и было понятно так или иначе, что необходимо мирное сосуществование и, в общем, как-то все более-менее свыклись с этой мыслью, хотя, опять-таки, где-то в странах третьего мира, в Латинской Америке, в Африке, в Азии эти страны, они часто становились аренной, противостояния вот этих двух систем, которые, собственно, боролись за симпатии, за симпатии народа и за симпатии правительства в этих странах. То есть, периодически случались такие ситуации, когда в какой-нибудь отсталой стране к власти приходили, значит, какие-нибудь оппозиционеры, которые тут же объявляли себя марксистами, начинали размахивать красным знаменем, просто ради того, чтобы получать какую-то военную, экономическую помощь от Советского Союза. Ну, и в итоге для советской экономики на советскую экономику тяжелым временем накладывалось то, накладывался тот момент, что приходилось вот поддерживать различные вот эти революционные движения и движения там правительства стран, так называемой, народной демократии, которые позиционировали свою лояльность советской системе. То есть, внутри страны не все было гладко экономически, но, тем не менее, определенная часть средств, она вбухивалась в поддержку вот этих вот лояльных режимов, то есть, в лучших традициях мировой революции отчасти из-за желания действительно разжечь какой-то революционный пожар в других странах отчасти из-за просто политики недальновидной поддержки каких-то лояльных режимов. То есть, в итоге в другие страны было вбухано очень много средств и каким-то странам предоставлялась помощь, тоже военная, промышленно-экономическая. Они не имели возможности расплатиться с Советским Союзом и, в общем, часть этих долгов она по наследству досталась уже Российской Федерации как правоприемнику Советского Союза. Ну и, в общем, позднее эти долги были выплачены либо каким-нибудь пальмовым маслом, либо реструктуризированы и прощены полностью. Да, то есть, что, конечно, с одной стороны не повышало авторитет России во внешней политике, потому что режимы вот этих периферийных стран, они менялись и, в принципе, забывалась очень часто та помощь, которую еще Советская Россия оказывала. Но, с другой стороны, в общем, были экономические потери. Ну, как бы то ни было, тем не менее, в годы, в общем, Брежневской эпохи цены были относительно низкие. В области легкой промышленности ситуация более-менее начала налаживаться, если брать предыдущие, предшествующие эпохи советского государства и, в общем, не было особых перебоев с товарами, то есть, ну, всегда было такое понятие, как товарный дефицит применительно к советской экономике, но, в общем, не было каких-то в то же время жестких социальных потрясений внутри именно самой страны. Поэтому, собственно, вот этот Брежневский застой, все, ну, определенная часть, да, россиян, которые застали тот исторический период, они воспринимаются ностальгией. Но вместе с тем, если опять-таки проводить параллель с правлением Александров Третьего, то можно говорить о том, что это время, время такой вот некой расслабленности, некой политической апатии, оно было плохо именно тем, что в этот период можно было бы, в принципе, проводить какие-то назревшие политические экономические реформы внутри российского общества, но момент был упущен и эти реформы не были приведены и в итоге вот эти периоды застоя или некой, условно говоря, политической консервации, политической реакции даже, можно сказать, они в итоге приводили все равно к очень жестким, к очень серьезным проблемам, которые следовали по завершению этого этапа. То есть Брежнев уже ближе к концу своего управления, он всячески просился уже на пенсию, он хотел сложить с себя вот эти обременительные полномочия, потому что он правил на протяжении нескольких десятилетий, уже под конец своего управления был глубоко больным человеком, который уже в силу возраста, в силу болезни, ему было тяжело выполнять все эти функции, генсека ездить постоянно по каким-то приемам, зачитывать вот эти речи, принимать какие-то делегации, и в общем он просился на пенсию, но его не отпускали, потому что говорили, что ну Леонида Ильич, куда же мы без вас, мы без вас пропадем, но на самом деле это было все обусловлено тем, что внутри политбюро там собственно шло противоборство вот этих различных фракционных групп, и активно решался вопрос о том, кто будет генсеком уже собственно после Брежнева, то есть шла некая подковерная борьба, и поэтому внезапная отставка Брежнева, она бы могла смешать карты части противоборствующих сил, и поэтому собственно Брежнева не отпускали на пенсию, и он в итоге на посту генсека умер уже собственно от старости, будучи старым тяжелобольным человеком, да, но ближе собственно уже к концу правления была огромная масса политических анекдотов, потому что в общем население оно уже так открыто иронизировало над состоянием генсека над тем, что он находится в полувменяемом состоянии, то есть это можно было сравнить если брать последующие эпохи уже это можно было сравнить с правлением Ельцина, когда собственно он находился тоже в полувменяемом состоянии, но там это было связано уже в случае с Ельцином с активными алкогольными возлияниями, когда он там из моста падал и справлял малую нужду на шасси президентского самолета и просыпал там очень важные переговоры, потому что собственно там пьяный валялся в самолете его не могли разбудить, дирижировал оркестром и ну то есть проводил значит вел себя очень эксцентрично совершал всякие глупости и было понятно что он с трудом говорит, потому что у него еще проблемы с сердцем были очень серьезные и то есть когда там его избирали на второй срок президентом то он там значит не появлялся нигде на телевидении потому что собственно он там в Германии ему делали очень серьезную операцию на сердце там и не было вообще понятно выживет он или нет да то есть одна из проблем вот этой вот российской политики новейшего времени это как раз то что какие-то глубоко больные люди они правили до глубокой старости и по сути выполняли роль уже свадебных генералов потому что находились в полу таком в полувменяемом состоянии и не могли уже естественно контролировать ни ситуацию не понимать вообще где они находятся не говоря уже о том чтобы как-то решать судьбы страны но вместе с тем если мы говорим например уже о репрессивном аппарате о каких-то вот репрессивных мерах в отношении там внутренней оппозиции которые были характерны для периода брежневского застоя то там в общем все было несколько проще если это сравнивать с предшествующими эпохами потому что ну при Сталине там на пике его могущества и в период большого террора то там значит представители какой-то политической идеологической оппозиции режима их в общем расстреливали и уже там в годы хрущевской оттепели так называемой людей очень часто там депортировали за границу или тоже отправляли в лагеря хотя уже конечно не в тех количествах как при Сталине ну вот в брежневские годы там была введена в оборот новая значит тактика борьбы с врагами режима их объявляли сумасшедшими то есть в принципе для Советского Союза на внешней политической арене было неавторитетно собственно признавать факт наличия значит каких-то политических заключенных политических репрессий в отношении инакомыслящих поэтому инакомыслящих диссидентов их объявляли психически больными людьми ну для того чтобы собственно просто лечить их в домах для умалишенных отправлять их значит в психушке и говорить о том что да у нас собственно нет никаких никакой политической оппозиции у нас нет никаких диссидентов есть просто в общем психически больные люди которые ведут себя эксцентрично агрессивно устраивают какие-то акции политические ну просто потому что это больные люди потому что на самом деле кто может бороться с самым прогрессивным в мире государством с самым прогрессивным в мире строем только сумасшедшие поэтому собственно вполне оправдано что их содержат в психиатрических клиниках ну естественно советская психиатрия она в этой связи имела определенные особенности в частности в советском союзе и в других странах варшавского договора был принят такой диагноз как вялотекущая шизофрения которая в общем в мировой классификации болезни он и в общем он и симптоматика какая-то описываемая этого заболевания нигде не было нигде это не было описано да то есть какие-то вот страны вне границ социалистического блока они этот диагноз не признавали что такое вялотекущая шизофрения вялотекущая шизофрения это когда вроде у человека нету симптомов никаких но лечить его нужно то есть грубо говоря шизофрения есть но протекает она очень вяло да то есть она фактически не дает симптомов и как правило в качестве таких вот симптомов вот этого вялотекущего шизофренического заболевания в это включались любые оппозиционные настроения декларируемые публично любая критика любое несогласие с советским режимом да то есть собственно это все позиционировалось как некий бре-реформаторство некие такие масштабные культурно неадекватные идеи абсурдные да и в общем некие там маниакальные проноидальные расстройства и в общем человека отправляли в сумасшедший дом где его обкалывали значит всякими препаратами по типу аминозина и в общем человек действительно утрачивал связь с реальностью ну или по крайней мере утрачивал способности к абстрактному мышлению вот ну естественно та часть диссидентского сообщества или та часть потенциальных оппозиционеров которые опасались того что их могут собственно признать невменяемыми и в общем им будет сложно устроиться на какую-нибудь достойную работу с таким собственно пятном в личном деле они не хотели попадать в дома для умалишенных поэтому они собственно вели себя тихо и публичных акций никаких не проводили а в общем ограничивались тем что ругали советский строй на кухне да ну или выезжали куда-нибудь за город чтобы ловить на своих радиоприемниках так называемые враждебные голоса то есть на территорию советского союза вещали всякие западные радио которые в общем занимались подрывной деятельностью то есть на этих радиостанциях активно критиковались постулаты догмы значит марксистской советской идеологии зачитывались труды воззвания значит уже депортированных диссидентов и так далее то есть это такие радиостанции как русская служба bbc город голос америки радио свобода и так далее да ну они вещали не только на россию но у каждой из этих радиостанций были секции которые вещали на например там восточноевропейских языках на собственно значит страны варшавского договора да ну были какие-то в азии тоже радиостанции например в южной корее которые вещали на северную корею и так далее и тому подобное то есть запад вместо скажем так доктрины которая бы подразумевала прямое военное столкновение с советским союзом или там какую-нибудь ядерную бомбардировку советских городов заместо этого была сделана ставка на такое постепенное идеологическое разложение советского общества через в общем тлетворное влияние значит западной поп-культуры например да тех же самых вот этих вражеских голосов порнографии например да и каких-то вещей связанных с американской поп-культурой которые показывали бы какой-то вот благостный значит благостное существование людей на западе богатую капиталистическую жизнь для того чтобы в общем разлагать как-то советское общество изнутри но тем не менее советское общество этому активно значит сопротивлялось просто в силу того что не так много средний советский обыватель он знал о жизни на западе значит советский режим он строил вокруг каждого крупного города стояли радиоглушилки которые глушили эти самые вражеские голоса в берлине в свое время там значит еще при хрущеве уже окончательно там была возведена берлинская стена которая в общем разделила берлин на значит две части на западный и восточный и поэтому в общем контактирование людей из вот этих разных блоков оно было затруднено переписка она вся в общем проходила контроль и в общем был опущен железный занавес и поэтому в основном средний статистический советский человек он судил о жизни на западе о жизни в капиталистических странах исходя из в общем собственно советской прессы советского телевидения ну советское телевидение оно представляло собой даже при брежневе и даже собственно уже при горбачеве достаточно такую убогую вещь потому что было всего три телевизионных канала и при этом программа новостей то есть вот новостной блок он был один на всех трех каналах да то есть не было какой-то каких-то альтернативных точек зрения и даже попыток осветить как-то ситуацию внутри страны вне страны альтернативно даже внутри государственной пропаганды то есть не было даже там разных блоков новостей на разных государственных каналах а был один выпуск новостей на всех трех каналах поэтому собственно когда начинался блок новостей то неважно на каком канале вы его смотрели то есть можно было сколько угодно переключать каналы картинка от этого никак не менялась вот ну естественно никакого интернета и никаких каких-то никаких альтернативных способов получения информации в то время не существовало и в общем для так называемых социалистических режимов по факту режимов азиатской деспотии с жесткой военной диктатурой и госкапитализмом для них и в современности тоже характерна в общем борьба с какими-то альтернативными источниками информации в частности если мы посмотрим на Северную Корею то мы увидим что там интернет он очень жестко ограничен мобильная связь тоже то есть если у человека найдут там мобильный телефон с какой-то там непонятной сим-картой то его могут либо расстрелять либо отправить в общем в трудовой лагерь на длительное время то есть у них в общем все свое внутри Северной Кореи собственная мобильная связь закрытая которая действует только внутри в общем в этой части северокорейского в части корейского полуострова который принадлежит КНДР у них своя собственная закрытая виртуальная сеть наподобие интернета которая только в Северной Корее действует у них продаются радиоприемники где нельзя переключать тумблер настройки то есть продаются радиоприемники которые автоматически настроены на волну в общем государственных радиостанций для того чтобы у человека не было возможности поймать какое-нибудь значит враждебное радио вещающие из-за рубежа и критикующие режим поэтому в общем и даже в 21 веке для подобного рода закрытых режимов для них характерно в общем ограничение доступа своих граждан своих подданных к средствам каким-то альтернативным источникам информации даже для Китая это характерно несмотря на то что Китай он в силу наличия рыночного сектора в экономике начиная со времен Дэн Сяопина он разительно отличается от того что у нас существовало в советской России или там продолжает существовать в Северной Корее но как бы то ни было в Китае тоже существует определенные ограничения связанные с интернетом например да то есть там в общем их аналог китайский аналог Роспотребнадзора он блокирует доступ к каким-то западным сайтам с китайских серверов где допустим критикуется китайское правительство и так далее да ну естественно тоже есть какие-то диссиденты какие-то политические заключенные которые отправляются в тюрьмы или депортируются из страны именно исходя из того что они критикуют в общем правительство да и критически отзываются о догмах господствующей идеологии да ну там в этой связи применительно китайскому обществу там серьезная проблема то что там начиная по-моему с 96 года Китаю возвращена власть над Гонконгом который до этого находился под британским протекторатом и там проблема связанная с тем что собственно население Гонконга которое в общем жило без господства коммунистической партии Китая они привыкли к некоторым вольностям привыкли к возможности самим избирать себе чиновников и поэтому уже в новейшей истории там происходят всякие неприятные процессы уличные волнения связанные с тем что собственно правительство Китая оно всячески стремится эту вольность жителей Гонконга убрать и решать все привычными командно-административными методами которые приняты на территории других регионов Китая вернемся все-таки к Советскому Союзу потому что конечно опыт такой вот псевдо социалистический опыт других стран и прежде всего стран Восточной Азии это конечно очень интересная вещь но это несколько иная тема мы все-таки говорим об истории Советской России во времена застоя было упущено время для постепенного проведения назревших политических экономических реформ если сравнивать с Китаем то было очевидно что советское общество находится в застое политическом экономическом а Китай активно развивается именно потому что начиная со времен реформ Дэн Сяопина там появился рыночный сектор в экономике появились западные инвесторы которые значит вкладывали деньги в китайскую экономику и поэтому в Китае активно начинает строиться производство строится предприятие для того чтобы в общем производить различные товары на экспорт и в общем в Советском Союзе ничего подобного на тот момент не существовало и поэтому ко времени смерти Брежнева вот эта общая геронтократия потому что собственно в политбюро в ЦК КПСС средний возраст значит людей которые там находились на должностях он уже перевалил глубоко за 60 то есть это были люди еще там сталинского призыва как Суслов и Микоян ну по поводу Микояна например собственно иронизировали в отношении Микояна говорили от Ильича до Ильича значит без инсульт без инфаркта и паралича да то есть это Микоян был представителем старых партийных кадров еще ленинского призыва который в общем пережил несколько генсеков ну я на одном из прошлых эфиров вот стоит оговориться я говорил о том что должность генеральный секретарь коммунистической партии была официально введена только при Брежневе это конечно не так я допустил некоторую ошибку просто и по формальным функциям которые генсек выполнял и по названию это естественно не было тождественно да и советская система она все-таки претерпевала некоторые такие чисто декоративные формальные изменения вот относительно тех формальных и тех реальных функций которые генсек выполнял ну в частности Сталин он собственно подписывался в основном не как генеральный секретарь а просто как секретарь Центрального комитета коммунистической партии вот то есть Брежнев умер но проблема в том что тех людей которых там избирали в кавычках по факту назначали на пост генерального секретаря коммунистической партии уже после Брежнева они тоже в общем долго не правили да то есть там произошла смена еще двух генсеков да был избран в общем Антбропов был избран Черненко но все они значит достаточно стремительно умирали на посту от тех проблем которые со здоровьем которые у них на тот момент уже были да то есть здесь я не думаю что имеет смысл искать каких-то вот проводить какие-то значит озвучивать какие-то конспирологические теории говорить о том что значит их там травили или еще что-то нет просто в целом геронтократия была характерна на тот момент для значит советского режима и в общем эти представители ЦК они на тот момент были глубоко старыми глубоко больными людьми и поэтому в общем стал некий кадровый вопрос да некий кадровый голод начался проявляться и нужно было избрать генсеком какого-то более-менее молодого человека который сумел бы ну по сравнению с вот этими значит старыми грибами из ленинского призова ленинского сталинского который бы был молод энергичен и был бы в состоянии в общем осуществить назревшие реформы и уже после значит Андропова после Черненко которые ну проводили противоречивую достаточно политику внутреннюю внешнюю то есть про Черненко там сложно что-то сказать потому что он в общем стремительно умер на посту генсека а Андропов это очень любопытный персонаж потому что до избрания на пост генсеком он руководил в общем комитетом государственной безопасности и в общем был таким силовиком от мозга костей и пытался проводить какую-то репрессивную политику тоже внутри страны но с другой стороны утверждается что у него были какие-то далеко идущие планы которые он не смог осуществить в силу в общем болезни и смерти то есть у него там была тяжелая патология почек и он вот в какой-то момент из-за почечной недостаточности умер ну избрали Михаила Сергеевича Горбачева который все-таки был человеком от сахи что не характерно для советских партийных бонз потому что Горбачев он в молодости успел поработать там где-то в колхозе механизатором комбайнером это естественно все вот эта тема его молодого производственного опыта она педалировалась активно советской пропагандой потому что собственно среди советских вождей как правило не было ни одного рабочего ни одного представителя рабочего класса это в основном были такие прожженные партийные бюрократы которые на протяжении всей своей жизни занимались только вот собственно какой-то политработой идеологической работой агитацией значит какие-то бюрократические должности занимались ну то есть чисто аппаратчики которые в общем работали с бумагами занимались собственно партийной государственной службой и не имели никакого отношения собственно ни к христианам ни к рабочим хотя как утверждалось да осуществляли диктатуру от имени этих самых рабочих ну вот Горбачев он в общем все-таки в отличие от многих он сам работал когда-то в колхозе но в этой связи особенно парадоксально то что именно он то собственно он и проводимые им реформы отчасти изгубили советский союз потому что с одной стороны необходимость реформ назрела а с другой стороны злые языки утверждали что попытка реформ советской государственности по эффективности была бы аналогично инъекции в протез да что в принципе вот эта система закостенелая геронтократическая она не подразумевает никаких реформ то есть ее в общем любые попытки реформ ее так или иначе погубят ну что в действительности выявилось что такой прогноз оказался вполне верен то есть Горбачев он проводил достаточно любопытную политику потому что в общем в частности там сухой закон он ввел достаточно жесткий там были конечно свои перегибы в частности там какие-то очень ценные сорта виноградников вырубались там в Грузии на территории Кавказа но вместе с тем на имя генсека шел шквал благодарственных писем от женщин которые говорили что собственно введение вот этого антиалкогольного законодательства введение сухого закона спасло их семьи что это все спасает экономику потому что массовое промышленное производство дешевого алкоголя это все спаивало значит советских обывателей а так они вернулись назад к семьям к производству и так далее вот ну вместе с тем конечно советский народ ответил на сухой закон Горбачева массовым производством а самогонных аппаратов то есть люди которые на протяжении десятилетий привыкли к значит алкоголизму привыкли к активным алкогольным возлиянием они все равно нашли выход они стали значит скупать продукты бытовой химии содержавшие спирт которые в принципе не были предназначены для употребления внутрь ну типа там жидкости для снятия лака или жидкости для разжигания примуслов там что-нибудь такое там дихлофос какой-нибудь то есть всякую значит совершеннейшую уже дрянь не предназначенную для питья они все равно как-то ухитрялись составлять из них какие-то коктейли а-ля то что вот в общем Ерофеев описывал в романе Москва петушки хотя в общем там такие привычные алкогольные напитки они тоже входили в состав этих коктейлей но как бы то ни было в общем какая-то часть закоренелых алкоголиков которые употребляли эту бытовую химию они умирали от проблем с печенью а в общем основная масса населения так или иначе нехотяно трезвела потому что в любом случае никакие самогонные аппараты они не могли заменить те масштабы алкоголизации страны масштабы алкоголизации страны которые происходили в ситуации госмонополии на спирт и массового промышленного производства водки и других сортов алкоголя естественно были злые языки которые говорили что это подрывает экономику советского строя потому что вот эта госмонополия на спирт она приносила огромные деньги в казну советского государства но на самом деле с другой стороны были правы и те кто говорил что в действительности государству невыгодно на самом деле продавать алкоголь на внутреннем рынке потому что каждый рубль на каждый рубль заработанный от продажи алкоголя от вот этой госмонополии на спирт приходится там 10 а то и 100 рублей которые приходится тратить на больницы для тех у кого потом возникают проблемы значит со здоровьем из-за употребления алкоголем приходится тратить на больницы и значит детдома для детей от которых отказываются потому что они рождаются инвалидами из-за того что их в общем родители делали их под стаканом и приходилось тратиться на тюрьмы потому что основная масса там каких-то бытовых убийств они совершались на кухне во время собственно алкогольных возлияний когда возникали какие-то конфликты пьяные драки и поэтому собственно самым таким страшным оружием массового поражения в России был даже значит не атомная бомба и не автомат Калашникова а обычный кухонный нож потому что при помощи обычного кухонного ножа совершалось большее количество большее количество бытовых убийств да поэтому собственно массовая алкоголизация населения которая происходила начиная со Сталина отчасти возможно потому что советские бонзы партийные они рассчитывали что в общем весь социальный протест все социальное недовольство оно будет топиться таким образом на дне граненого стакана но тем не менее это все конечно ухудшало качество населения и демографический фактор и интеллектуальный потенциал потому что в общем люди которые привыкли к регулярному потреблению алкоголя в больших количествах они значит не могут давать здоровое интеллектуальное физически полноценное потомство но вместе с тем население которое привыкло на протяжении в общем поколений к доступу к дешевому алкоголю и воспринимало этот самый дешевый алкоголь в качестве неотъемливого элемента своей значит национальной государственной культуры своего менталитета они естественно не простили Горбачеву введение сухого закона и в этой связи очень знаково что значит происходили всякие уже неголодные бунты как при Хрущеве а-ля события в Новочеркасске когда рабочие недовольные повышением цен на продукты питания первой необходимости они выходили на улицы и их приходилось подавлять при помощи армии и вооруженных спецслужб но уже значит целые толпы алкоголиков брали штурмом там магазины и в общем активно выражали недовольство ну опять-таки это нас отсылает к некоторым событиям романа Ерофеева Москва петушки который является на самом деле очень ценным источником раскрывающим душу значит позднесоветского человека такого вот но вместе с тем помимо сухого закона горбачевская эпоха она в общем вошла в отечественную историографию под лозунгом вот этого нового термина некой новой идеологемы перестройка да то есть попытка проведения каких-то реформ ну по сути это некая опять-таки некое возвращение к идеям бухарина к к непу к попытке реформ аналогичным реформам Дэнси Алпина то есть по сути это решение экономических проблем и развитие экономики советской России уже собственно последнего периода своего существования за счет появления рыночного сектора в экономике вот то есть в то время это уже во времена перестройки это уже называлось не Непман не Неп не новая экономическая политика а значит вот эти самые новоявленные представители новой советской буржуазии они назывались кооператоры вот но вместе с тем внутри политической верхушки страны тоже происходили изменения которые впоследствии окажутся фатальными достаточно потому что Горбачев с одной стороны бросил в массы идею плюрализма и гласности то есть некой свободы критики каких-то значит низовых партийных органов открытых практику открытых разговоров о недостатках советского общества то есть собственно плюрализм мнений и поэтому в общем для конца восьмидесятых для уже Горбачевского периода характерно некое ослабевание цензуры в официальных средствах массовой дезинформации ну прежде всего в прессе да то есть начало появляться большое количество новых каких-то изданий в том числе рассчитанных на молодежь например да где в общем авторы зачастую позволяли себе отходить от норм вот марксизма ленинизма параллельно примерно такие же процессы шли внутри науки советской да то есть в принципе интеллигенция почувствовавшая вот этот вот ветерок с действительной свободы а не как в случае там с такой легкой хрущевской оттепелью которая очень быстро закончилась новой измразью а вот действительно вот это вот вот этот плюрализм вот эта гласность все это по сути обернулось низвержением догом значит марксистской идеологии и значит каких-то официальных идеологиям советской государственности в целом да потому что сначала внутри партии была разрешена допустим критика Сталина сталинского периода вот каких-то пережитков связанных вот с какими-то диктаторскими злоупотреблениями того времени в общем критика большого террора ну помимо того что собственно уже начиная с хрущева очень многие репрессированные допустим военные государственные деятели они были реабилитированы но вот уже допустим при Горбачеве на эту тему издавалось большое количество литературы и в общем как бы сталинский режим активно критиковался но потом постепенно ближе к концу 80-х эта критика она переносилась уже с сталинского периода на другие периоды советской истории и уже в общем высказывались такие смелые мысли что собственно Сталин это верный ученик и последователь Ленина и поэтому ленинизм в целом собственно тоже вставал под огонь под шквальный огонь критики что конечно было немыслимо совершенно для например советской печати и советской интеллигенции предшествующих эпох да то есть там даже в общем шепотом на кухне многие идеи было опасно высказывать которые в принципе уже под закат правления Горбачева высказывались вполне открыто и при этом это все поощрялось именно под лозунгом плюрализма гласности свободы слова и того что собственно советский союз он будет идти к фактической реализации всех тех принципов которые были официально закреплены в советской конституции да то есть свобода митингов свобода собраний то есть примерно в этот же период ближе к концу восьмидесятых уже нарастает влияние контркультуры уже появляются какие-то оппозиционные в том числе и политические движения которые до этого существовали подпольно или полуподпольно то уже при Горбачеве опять-таки пользуясь плюрализмом пользуясь гласностью они начинают открыто проводить допустим митинги какие-то и не стоит думать да сразу оговорюсь не стоит думать что скажем все вот эти вот диссидентские группы они были сугубо во власти какой-то прозападной либеральной неолиберальной идеологии это не так потому что значительная часть вот этих оппозиционных значит официальным оппозиционных советскому официозу групп которые существовали нелегально полулегально были например националистические оппозиционные движения был знаменитый там народ национальный или народный трудовой союз который вообще представлял собой по сути там национал социалистическое движение возникали какие-то движения там национально держав национально держав толка значит там религиозно консервативные какие-то группы не говоря уже о каких-то региональных сепаратистах например вот то есть в частности вот в Горбачевский период он отличается также либерализацией отношения к религии то есть если до этого с религией там очень жестко все было то есть при позднем Сталине там более-менее стали открывать церкви например в период Второй мировой войны но уже при Брежневе уже при Хрущеве уже несмотря на провозглашение оттепели там все равно проводилась очень жесткая политика в отношении религии то есть Хрущев провозгласил значит на одном из пленумов ЦК что вот мы вам покажем последнего попа вот но тем не менее при Горбачеве там значит с помпой было отмечено значит тысячелетие крещения Руси и в общем политика политика государства в отношении церкви стала более либеральной и уже там даже представители коммунистической партии Советского Союза они могли в общем открыто посещать церковь креститься и так далее то есть на это уже в общем смотрели сквозь пальцы ну с другой стороны значительная часть представителей Русской Православной Церкви Московского Патриархата они находились под колпаком спецслужб и в принципе батюшки они были обязаны значит доносить о том что на исповедях они слышали да если это была какая-то информация представляющая государственный интерес вот и в общем вот это постепенное ослабление цензуры постепенный отход от официоза и в науке в частности да то есть что представляет собой такой вот труд советских ученых второй половины 80-х конца 80-х то есть ну сначала идут какие-то цитаты из Маркса Энгельса Ленина которые в принципе были некой необходимостью то есть всегда в любом труде какой бы тем он не касался необходимо было цитировать вот этих значит сумасшедших но далее текст научных работ он разительно отличался от того как он собственно представлялся в другие эпохи потому что гуманитарные исследователи конца 80-х они позволяли себе в общем отход от вот этих вот идеологи идеологем связанных с идеологи как бы с позицией марксизма ленинизма по тем или иным вопросам и в целом это конечно подтачивалось советскую систему изнутри плюс те процессы которые происходили внутри политбюро когда в общем из там вот этих матерых карьеристов образовывались группы тех которые втайне вынашивали планы вот этого буржуазного перерождения закрепления каких-то привилегий характерных для вот этой самой значит аппаратной верхушки для представителей значит политбюро ЦК и плюс на местах начали поднимать голову региональные сепаратисты прежде всего это касалось собственно среднеазиатских республик республик Закавказья которые в общем стали говорить о том что ну зачем нам собственно кормить Москву да мы в общем если мы отделимся и создадим собственные независимые государства в соответствии с реализацией принципа права нации на самоопределение то мы в общем заживем как следует да и вот этих всяких кровососов перестанем кормить перестанем им отправлять значит какой-то продукт который производится в рамках наших республик ну стоит отметить что история взаимодействия скажем советских правительств с вот этими вот регионами периферии она была достаточно сложной потому что если мы говорим о например средней Азии то там вот эти страны они были присоединены очень насильственно под закат уже гражданской войны отправлялись туда просто карательные значит армии и это все значит позиционировалось как борьба с басмачами вот и поэтому в общем ряд республик Средней Азии они даже назывались не так как эти города исторические имели исторические названия а в честь именно тех военачальников Красной Армии которые сумели покорить эти сам население этих республик и присоединить их к собственно дружной в кавычках семье советских народов ну естественно население этих регионов они это все не забыли они затаили вот эту обиду на коммунистов и при первой возможности это значит обида вышла на передний план ну в частности при Сталине там активно проводилась политика депортации массовых потому что Сталин был ну как и в общем любой другой азиатский деспот он был сторонником принципа коллективной ответственности поэтому за значит какие-то провинности отдельных групп представителей тех или иных этносов он в общем не стал особо разбираться кто ну то есть не разбирался особо кто виновен в той или иной ситуации он проводил массовые депортации то есть например там корейцы еще в 36 году они были депортированы с территории Дальнего Востока в Среднюю Азию также в Среднюю Азию значит депортировали чечен представители чечено-ингушского этноса после войны и в общем крымских татар тоже депортировали с территории Крыма именно за то что в общем войнахи и крымские татары они занимали в массе своей коллаборационистскую позицию и были более лояльны к гитлеровской Германии в общем на момент вторжения и в общем в ходе Великой Отечественной войны так называемой вот ну понятно что представители этих этносов они затаили обиду против коммунистов и поэтому в общем в ситуации ослабевания значит пропаганды в ситуации когда провозглашалась свобода гласность плюрализм вот эти национальные сепаратисты они постепенно стали поднимать голову и активно уже заявлять о необходимости предоставления независимости их вот этим национальным образованием вот ну соответственно ближе к 89-м к 90-му году все эти процессы гниения советской системы они достигли своего апогея внутри политбюро образовалась оппозиционная группа которая была оппозиционно направлена уже не только против Горбачева и каких-то консерваторов из политбюро но в отношении оппозиционно по отношению коммунистической идеологии в целом и все это кончилось известными событиями 91-го года когда собственно Ельцин выступил с программой реформ ситуация в стране накалилась вплоть до гражданской войны этому предшествовали определенные экономические проблемы также потому что собственно в какой-то момент министр нефтедобычи Саудовской Аравии он выступил с публичным заявлением о том что в общем саудиты они не намерены больше сдерживать объемы нефтедобычи своих стран в итоге цены на нефть на мировом рынке они резко обрушились и вот это падение продолжалось определенный период времени опять-таки в Советском Союзе экономика она базировалась на экспорте энергоресурсов то есть несмотря на то что там провозглашался какой-то социализм какие-то высокие экономические идеалы и в общем какое-то глубинное понимание экономических процессов на уровне марксистской политэкономии но тем не менее экономика представляла собой в общем достаточно архаичную вещь потому что на экспорт по большей части отправлялись даже не продукты переработки ресурсов а эти в общем ресурсы в сыром виде то есть это экспорт газа леса угля нефти там в страны Европы в Китае в Америку естественно в ситуации падения цен на нефть на глобальном на мировом рынке в общем это все был нанесен очень существенный удар по экономике советской России в магазинах пропали даже продукты товары первой необходимости золотовололь валютный резерв советского союза он в общем был переоценен с какими-то зарубежными странами по факту там денег много уже средств много уже не оставалось потому что до этого активно все годы брежневской хрущевской эпохи этот золотовалютный резерв тратился на закупку значит зерна и продуктов животноводства за рубежом потому что сельское хозяйство советской России оно было полностью загублено вот этими колхозными реформами потому что крестьянин советский колхозник он не был заинтересован в результатах собственного труда потому что он работал за трудодни а не за какую-то прибыль которая была бы пропорциональна его вкладу и поэтому в общем советский режим он вместо того чтобы кормить собственных крестьян и вместо того чтобы формировать собственный класс фермерский значит какого-то цивилизованного фермерского хозяйства вот этот советский строй золотом платил фермерам Канады и США покупая у них их продукт да вместо того чтобы поощрять каким-то образом производителей внутри страны ну естественно все это уже при Горбачеве закончилось полной катастрофой политический экономический кризис достиг своего апогея экономический кризис был выражен резким падением цен на энергоресурсы политический кризис был выражен появлением оппозиции внутри политбюро и внутри партии внутри комсомола и появлением в общем региональных сепаратистов и уже после развала СССР значит бывшие первые секретари ЦК региональных компартий они превратились в президентов вот этих вот вновь образованных национальных республик как то Азербайджан Грузия значит Аджикистан Узбекистан Туркменистан и так далее и тому подобное вот все это в общем привело к событиям 91 года к развалу Советского Союза к появлению Российской Федерации и к отделению ряда стран Средней Азии и Закавказья от территории Российской Федерации естественно где-то вспыхивали значит конфликты связанные с тем что границы вот этих регионов до образования Советской России и в годы Советской власти они проходили по-разному да в частности между Азербайджаном и Арменией вспыхнул Карабахский конфликт из-за Нагорного Карабаха который до Совет до образования значит Советской государственности он принадлежал значит Армении после образования Советских вот этих советских республик в Армении в Азербайджане он был отнесен к Азербайджану и в общем в результате вот этого конфликта Армения де-факто сумела назад себе этот территорию Нагорного Карабаха вернуть но до юра там было основано непризнанное никем государство также был аналогичный конфликт между Узбекистаном и Таджикистаном за приграничные области этот конфликт был усугублен собственно и междунациональным конфликтом и межрегулигиозным потому что таджики отшиты по большей части а узбеки суниты был в общем известный конфликт в Чечне потому что в общем Чечня хотела отделиться и было несколько войн за то чтобы собственно вернуть Чечню богатую нефтью в лона значит российской государственности были сложные процессы в Прибалтике в Восточной Европе встал очень резко вопрос Крыма потому что собственно исторически Крым он принадлежал Российской империи но в годы советского режима при Хрущеве когда Хрущеву избрали генеральным секретарем Хрущев который до этого занимал должность первого секретаря ЦК партии Украины он таким широким жестом значит своим бывшим коллегам по партии он в общем подарил Крым сделав такой реверанс но в масштабах единого советского государства это было не принципиально потому что ну по факту была единая страна и в общем не было важно какой из республик Крым административно относится но этот вопрос встал значит с новой силой когда в общем Украина отделилась от России и собственно вокруг Крыма возникали конфликты которые как известно уже в наше время закончились тем что Крым назад отошел к России что с одной стороны является проявлением исторической справедливости потому что исторически Крым до этого до советского периода он был частью Российской империи и коренной народ Крыма это собственно никакие не крымские татары потому что крымские татары это кочевой народ который в общем уже значит ближе к средневековью оказался на территории крымского полуострова а до этого там жили и скифы и сарматы и греки и армяне отсюда там даже есть населенный пункт который армянск называется вот то есть коренной народ Крыма это тавры то есть это народ который в общем вымер к настоящему времени вот ну и в целом мы можем говорить о том что Украина это некое геополитическое недоразумение которое создал Ленин и некие другие большевистские вожди первой волны просто состряпав такого франкенштейна украинской государственности из лоскутов и из частей трупов вот прежних империй то есть там кусок был отрезан у российской империи кусок у австро-венгерской там часть земель забрали у Румынии даже там кусочек у Белоруссии и так далее то есть вот этот франкенштейн украинской государственности он был создан из таких лоскутов ну собственно неудивительно что после развала Советского Союза в общем этот франкенштейн тоже начал распадаться на какие-то куски отдельные и собственно и Крым отвалился и вот на территории Донбасса Луганска сейчас происходят такие специфические процессы потому что население Восточной Украины оно более комплементарно настроено в отношении в общем России то есть это люди которые себя по языку по менталитету по культуре они себя воспринимают как россияне и поэтому они себя не отождествляют с какой-то независимой украинской государственностью вот но при этом с другой стороны допустим украинские националисты которые педалируют тему древности украинского государства и говорят про Киевскую Русь они в общем не учитывают момент политической географии и они в общем видимо не совсем представляют себе в каких границах эта самая Киевская Русь существовала и что в эту самую Киевскую Русь не входили ни области Западной Украины которые в общем всю дорогу были либо под поляками либо под немцами ни территории так называемой Восточной Украины которые в эту самую Киевскую Русь не входили ни тем более Крым который собственно был там значит всякие кочевые племена существовали потом там было образовано значит Крымское ханство потом он был включен в состав Российской империи вот то есть в границ Киевской Руси Крым никогда тоже не входил вот вот как-то так то есть ну вот собственно мы заканчиваем тем что Советский Союз благополучно развалился ну в советской государственности как и в общем в любой другой политической системе были свои плюсы свои минусы минусы в какой-то момент плюсы перевесили и поэтому собственно государство было разрушено коммунизм был попран огромное количество преподавателей марксизма ленинизма которые ранее преподавали вот эту шизофазийную дисциплину во всех школах во всех учебных заведениях страны собственно в республиках входящих в СССР они оказались не у дел то есть в общем значительная часть из них деградировала превратилась в представителей люмпен пролетариата какая-то часть успела значит перепрофилировать свою деятельность и стали в общем продвигать какие-то другие дисциплины вот ну опять-таки если возвращаться все-таки поговорить немножко о плюсах советской системы да то есть все-таки какая-то часть населения России и других стран она в общем ностальгирует по советской истории и говорит что ну не все так было плохо были свои плюсы и вообще зря развалили советский союз и так далее немножко можно поговорить о вот этих настроениях они имеют тоже под собой разумную почву следует признать несмотря на то что я собственно критически в целом отношусь к советской государственности к догматам коммунистической идеологии почему потому что ну во-первых приватизация носила сомнительный характер весьма то есть вот если там апеллировать к мнению чубайса того же самого которое он там постулировал он говорил о том что в принципе не важно честно